Всем привет! Сегодня еще один совет по оптимизации. Но данная тема, конечно же, требует более широкого освещения и более, наверное, разных тестов. Но я думаю, в будущем все это будет. Короче, это кэш-процессора. Смотрите, есть у нас структура Data1, в которой содержится два вектора. Один вектор с значением и другой вектор. И есть немного другая структура, которая содержит те же данные. Она содержит под структуру item и содержится всего лишь один вектор. В чем же здесь фишка? Фишка в том, что вот эти два массива могут в кэш не попасть. То есть они могут быть по разным адресам. Соответственно, кэш-процессор это такая штука, когда что-то кэшируется для того, чтобы гораздо быстрее выдавать данные. То есть есть разные уровни кэша. И там доступ к динамической памяти довольно-таки дорогой по сравнению с доступом в кэш-память процессора. Доступ, который очень быстрый. Соответственно, процессоры могут кэшировать доступ. То есть если читается какое-то значение, то кэшируется значение рядом. Так вот, вот здесь эти значения будут находиться рядом. А вот вот здесь, когда нам надо из массива A и массива B данные, то это вот массив. Он может занимать от адреса, к примеру, 0 до адреса 200. И этот массив, а этот будет занимать в лучшем случае от 200 адреса до адреса 400. Соответственно, первый элемент этого массива адрес 0, а первый элемент этого массива адрес 200. Соответственно, большая разница. В этом же случае у нас адреса вот этих переменных рядом. Они попадают в кэш-линию. Размер кэш-линии не помню, но по-моему, минимум 64 байта. Даже если этими словами не бросаться, то в любом случае в кэш здесь гораздо больше попадет. Но а данные, которые мы храним, одинаковые. Что здесь, что здесь. Просто здесь структура организована немного по-другому. И теперь давайте посмотрим. И теперь давайте посмотрим. Давайте добавим какую-то мусорную еще функцию. Вот так вот. Calc. Будет какая-то функция calc. Int a. Int b. И давайте она что-то будет возвращать. Int. Она будет возвращать вот так вот. Return a плюс b. Это я для того, чтобы запутать компилятор. Делаем вот так вот. Вот так вот. Calc. Здесь будет i. А здесь будет вот так вот. Во. Во. Что-нибудь такое, да. Что-нибудь такое. И здесь делаем то же самое. Надеюсь, я оптимизатор запутаю. Таким образом. А здесь у нас вот так вот будет. То есть это типа оптимизированный вариант. А. Во. А здесь b. То есть смысл этой функции, я думаю, вы поняли. Ну, точнее смысл в моих действиях. Я думаю, вы поняли суть запутать оптимизатор. Ну, потому что обычно наш код не такой уж простой. И он порою запутанный. Соответственно, хотелось бы сравнить, как оптимизаторы... Как наши техники оптимизации улучшают производительность. Вот. Так. Теперь давайте, давайте сравним. Сравним на трех разных компиляторах. All Build. И сейчас посмотрим, что будет быстрее. То есть здесь уже напрямую результат зависит от кэша процессора. И здесь по два теста. По одному. Давайте я сделаю по три теста. Раз, два. И здесь еще три теста. Раз, два. Вот. Пересоберем. Вот. Ну, чтобы эксперимент был максимально объективным, что ли. Так, короче, запускаем силенг. У силенга тест один и... Тест. Так, тест один неплохо было, а потом что-то не заладилось. У теста два, смотрите, раз. Потом, видимо, данные захешировались и доступ к ним. Давайте еще раз допустим силенг. Нам не сложно. Хм. Давайте еще раз. Елки-палки. Че-то подождите-ка, какая оптимизация, уровень оптимизации отключен. Короче, короче, смотрите, для оптимизированного варианта че-то для силенга не прокатило. Давайте GCC посмотрим. GCC. Хм. Для GCC что-то у нас тоже. Результат не очень. Странно. Давайте для Intel. Для Intel компилятора тоже. Это оптимизация что-то не очень. Очень странно. Может быть я так запутал программу, что... Что... Что оно ничего не может оптимизировать. Давайте, подождите-ка, подождите-ка, вот же. Data items. И, и, а, а. А здесь, а здесь, да, к двум разным массивам. Количество 100 тысяч. 100 тысяч умножаем на 8. Это 800. Блин, а в кэш не попадет 800 тысяч, да, байт? 800 тысяч, да, это больше. Это больше. Ну, да ладно. Так, ладно, пересобираем. С флагами оптимизации O1. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так. Силенга. Ну, давай, что такое? Ёлки-палки. Вот это да. Не, ну вот здесь, понятное дело, здесь не захешированы были данные. И здесь такой результат. Давайте еще раз запишу. Запущу. Смотрите, оптимизация не работает. Возможно, я что-то только что намудрил. Потому что я до этого проверял, кто работало. А для GCC? Для GCC, вот при уровне оптимизации O1, при уровне оптимизации O1, тоже, тоже ничего. Странно. Странно. И давайте для Intel. Сейчас для Intel один раз запущу. Сейчас посмотрим еще уровень оптимизации O2. И попробую уменьшить, уменьшить размер массива. Возможно, возможно, просто, просто какая-то ерунда. Или я сейчас уберу, уберу нафиг эту. Вот эту путаницу. Так. Олбилд. Пересоберем. И уровень оптимизации O2. Максимальный. И смотрим результаты. Бинкомпэр. Силенг. Так. 31 тысяча. Да. Вот так вот. Такие с нас оптимизаторы. Ну, с меня, точнее. Видите? Оптимизаторы. Ну, для GCC вроде бы сработало. Да, нет. Нифига. Не сработало. Intel компилятор. Все то же самое. Что-то не работает. Короче, походу, я вот здесь что-то наделал. Ну, вроде ничего особо такого не наделал. Возможно, возможно, возможно. А если мы вот так вот сделаем? Типа инициализируем, да? Ну, давайте попробуем просто проинициализировать. Блин. Я удивлен. Вы, конечно же, можете писать. В чем же фишка оптимизация? Да, вот я сам не знаю. Как бы технология работает, но для конкретных случая. Вот то, что я только что добавил эту функцию. Вот это не тот случай. Да. Давайте я уменьшу еще уровень. Размер. Размер. Давайте сейчас. Конст. Экспрешн. Инт. Ж. Сайз. Равно. 50 тысяч. Давайте. 50 тысяч. 50 тысяч. Давайте. 30 тысяч. Вот так вот. Давайте. Раз. Раз. Так. Вроде все, да? Ну, последний запуск. Последняя проверка. Должно. Должно. Вот часто должно. Мы сейчас полностью должны попасть в кэш. Полностью. Это уровень оптимизации O2. Как вы видите, какая-то ерунда, блин, происходит. Для GCC. Для GCC, в принципе, есть. При уровне O2 мы попадаем в кэш. Там мало, мало, мало. Мы в любом случае всегда. Ну, вот 30 тысяч. 30 тысяч. Умножим на 8. Вот. И вектор. Сколько он тут возьмет. Должны полностью попадать. Для GCC при уровне оптимизации O2. Разница есть. Вот для... Для силенга, как вы видите, еще хуже становится. Для интеловского компилятора еще хуже. А вот для GCC стало лучше. Давайте оптимизацию отключим. То есть, эта тема, на самом деле, такая себе, знаете, как повезет. И она... Эта оптимизация может зависеть от компьютера к компьютеру. Поэтому, поэтому, как бы, вся суть этого видео, в принципе, обратить внимание на то, что вы должны понимать, что есть кэш-процессора, там есть кэш-линии. Возможно, я к ним когда-то доберусь. То есть, ну, есть разная архитектура. И, то есть, с этими знаниями вся идея заключается в том, чтобы вы, зная все это, писали... Ну, это учитывали и создавали более-менее оптимальный код. Короче, уровень оптимизации отключен. Для силенга это не было оптимизации. Скорость работы одинакова. Для GCC то же самое. Очень странно, очень странно. Я когда тестировал, то, блин, все же было... Все, все было хорошо. Так, и давайте для Intel. Ну, как, не то, что все было совсем хорошо, но производительность повышалась. Ненамного, но повышалась. Здесь же она вообще не повышается. Так, последняя проверка. O1. 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 Вот. Но, 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 но... Даже, если вы это все знаете, по поводу кэшей, кэш-линии и всего такое, то все это зависит по конкретному компьютеру. Когда вы, да, создаете какой-то софт для сервера, то обычно этот софт уже ставится на какой-то сервер, да. То вот там, да, для него можно подшаманить и собрать конкретно под эту архитектуру, так, чтобы все максимально быстро работало. То есть организовать данные так, структуры данных, типы данных, выбрать правильные, и тогда сделать максимально производительную систему. Так, это был C-Lang, сейчас GCC. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, GCC. Короче, для C-Lang вообще эта оптимизация ничего не дает. Ну, для GCC, вон, немного прирост есть. Немного прирост есть. Да. Третий запуск сделаем. Прирост есть. Ну, и для Intel, это уровень оптимизации какой? О, первый. Для Intel компилятора тоже прирост есть. То есть, в принципе, даже при таком вот подходе, ну, при такой, при таком улучшении, как у меня, в принципе, скорую увеличение производительности заметно. Вот. То есть здесь 30 тысяч элементов, два массива, либо структура из двух значений. И в сумме 60 тысяч элементов. Короче, 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 думаю, все. Если что не так, вы уж извините, но это тесты в режиме реального времени проводятся. Вот. Ну, а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.